Уважаемые коллеги, я решил посвятить сегодня свое выступление проблеме, которая очень бурно обсуждается и в прессе, и в интернете. Это проблема повышения в два раза страховых взносов для индивидуальных предпринимателей. Многие, наверное, с ней уже проблемы с этой знакомы, письма идут, и хочу процитировать несколько цитат из письма одной из женщин. Я, Верховская Наталья Александровна, 54-го года рождения, в прошлом научный сотрудник, работала кандидатом в геологии и металлических наук, получаю пенсию 8 943 рубля 12 копеек в год. Думаю, вам сложно, представителям власти, представить жизнь на эту сумму, поэтому вынуждены работать индивидуальным предпринимателем. Ежегодно я отчисляю платежи, упрощенную систему налогообложения 6% в пользу Федеральной налоговой службы и обязательные взносы в социальные фонды 17 208 рублей. С нового года повысили в два раза взносы. Что прикажете делать? Это лишает меня, пенсионерку, дополнительного дохода. Вряд ли я смогу вести предпринимательскую деятельность, если взносы еще больше возрастут в будущем. Я буду вынужден прекратить свою деятельность. Что вы посоветуете? Уйти в теневой бизнес? И таких писем идет много. Казалось бы, ну подумаешь, платили раньше всего-навсего 17 200, а теперь предлагают платить 35 665 рублей в год, ну если разделить на 12 месяцев, всего 3 с небольшим тысячей в месяц. Ну если предприниматель так что не может заплатить 3000 в месяц, оказывается не может. Я запросил Федеральную налоговую службу, чтобы мне дали информацию о том, а все-таки как подразделяются наши миллионы индивидуальных предпринимателей, а их у нас по данным Федеральной налоговой службы почти 3 миллиона человек, те, которые являются самозанятые, и у них нет наемных работников. Вы знаете, получается очень интересная картина. До 100 тысяч рублей в год в 2011 году было таких 589 тысяч человек, а от 100 тысяч до 200 в год 89 тысяч человек, от 200 до 400 98 тысяч человек, и от 400 до 600 тысяч 57, и только 2 миллиона получали больше 600 тысяч в год. Это говорит о том, что действительно для миллиона наших избирателей, для миллиона индивидуальных предпринимателей повышение в два раза страховых взносов, это вообще, по сути дела, запрет на ведение индивидуальной деятельности. Проблема эта обсуждается в обществе, обсуждается в интернете. Я провел месяц там два назад с индивидуальным предпринимателем встречу здесь у нас в Государственной Думе, где были представители других комитетов, были представители правительства, Министерства финансов, Министерства труда и социального развития, Минэка. Все вроде проблему понимают. Никто ее, по-моему, пока не собирается решать. Дело в том, что у нас в Думе сейчас уже есть 4 проекта закона на эту тему. Пятый, вот сегодня я еще один подписал, вместе с коллегами из «Справедливой России». Но, к сожалению, правительство хранит молчание. Все говорят, проблема есть. На встрече президента Путина с Народным фронтом об этом говорили. Значит, уже выступил и опора, и выступил наш омдусмен Титов. Значит, выступили другие организации. Я направил вот эту проекте закона, например, в счетную палату. Что пишет Степашин? А концепция законопроекта, предлагающая снижение фиксированного платежа для индивидуальных предпринимателей с низкими доходами с целью обеспечения соразмерности обязательных платежей на социальное страхование и уровня дохода плательщиков в целом может быть поддержано, поскольку проблема, связанная с существенным сокращением количества индивидуальных предпринимателей после повышения размера указанного платежа с 2013 года более чем в два раза, действительно имеет место. Получил заключение от ТПП, которая направила свое заключение к нам в Государственную Думу. Предлагают установить для самозанятых лиц величину взносов соразмерную получаемым доходом. Например, для индивидуальных предпринимателей ограничить фиксированный размер страхового взноса пенсионного 6% от декларируемого от упрощенной системы налогообложения годового дохода, но не менее фиксированного платежа, рассчитанного из одного МРОТа. Кроме того, я на свой законопроект получил и заключение правительства Российской Федерации. Оно весьма лояльное. С учетом, так сказать, просьб, что надо было бы его еще и доработать, я думаю, это вполне нормально. Почему? Потому что я не помню ни одного проекта закона, который бы более-менее содержательный и поступил в Государственную Думу даже из недр правительства Российской Федерации, не требовалось его доработать. Поэтому мы согласны дорабатывать. Вопрос в чем состоит? Мы вообще дальше будем вот за эту ситуацию смотреть и ничего не делать? Ведь заканчивается уже апрель месяц. Впереди длинные майские, так сказать, каникулы. А там уже и смотришь, и закончится весенняя сессия. А в конце сессии всегда у нас горячка. Надо принимать те или иные законы и так далее. Я вот просто хочу, значит, процитировать вот тут проект закона, который я готовил, порядок его прохождения. Дело в чем? 16 января мы с коллегами внесли его в Государственную Думу и направили его председателю Государственной Думы и председателю правительства для того, чтобы получить заключение. 24 января я получаю из Минтруда письмо с просьбой продлить срок подготовки заключения месячной до 5 марта. Ну, понятно, я знаю, как готовится заключение правительства. Думаю, дадим согласие. Продлим срок, пускай подготовятся. Но уже 14 марта Совет Думы принимает решение, не дождавшись заключения от правительства, вернуть его нам. И теперь он находится в архиве. А заключение правительства поступило чуть позже. И возникает теперь ситуация. Что теперь с ним делать? По идее, надо было бы его из архива достать и рассматривать, и рассылать. Я что предлагаю, уважаемые коллеги? Поскольку действительно ситуация такая, что надо принимать решение, я не знаю, что решила на прошлой неделе комиссия под председательством правительственного Шувалова, первого заместителя правительства по этому вопросу. Но, по-моему, пообсуждав проблему, ее оставили без разрешения. И теперь получается так, что поскольку Государственная Дума в конце декабря прошлого года в два раза увеличила эти взносы, то мы должны с вами принимать решение. Есть уже, по сути дела, пять проектов законов. Надо было, наверное, какой-то из них до конца апреля месяца принять в первом чтении, определиться, как его можно доработать, с тем, чтобы, если уж не в мае, то в начале июня, закон был принят уже в третьем чтении и поступил в Совет Федерации. Я почему еще об этом говорю? Потому что, если взять статистику, да, как у нас убывает количество индивидуальных предпринимателей, то она вот следующая. В декабре прошлого года подали заявление новые, зарегистрировали 36 тысяч, а снялись с учета, по собственному желанию, 120 минус 84 тысячи. В январе месяце подали заявку, зарегистрировались 24 тысячи 460, а закрыли свой бизнес 135 тысяч 937, минус 107 тысяч. В феврале месяце 39 тысяч зарегистрировались, 122 тысячи снялись с учета, минус 82 тысячи. Итого за последние три месяца 274 тысячи прекратили свою индивидуальную деятельность, пошли либо в тень, либо пошли, так сказать, за пособиями в службу занятости. Поэтому я предлагаю сегодня сформировать рабочую группу по два депутата от каждой фракции и один, чтобы и заместитель Сергей Евгеньевич Ваш, эту группу рабочую возглавил, чтобы она уже на этой неделе провела хотя бы одно-два заседания, определилась, какой из пяти проектов, которые есть в базе данных, принимать в первом чтении. И мы его хотя бы в пятницу, последнюю и апрельскую, приняли в первом чтении, чтобы дальше можно было работать над поправками. И это главное будет сигналом для тех, кто еще не бросил свой бизнес, остановитесь, не бросайте, работайте, не уходите в тень. Государственная Дума думает о вас, заботится будет о вас и примет разумное решение. Прошу, уважаемые коллеги, мое предложение поддержать, а проект постановления о создании такой рабочей группы я в течение часа подготовлю, останется только по решению фракции вставить туда фамилии тех, кто хотел бы этим заниматься. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин